Явские ворота, Хевронские ворота, также ворота Давида, каменный портал в исторических стенах Старого города и Иерусалима. Одни из восьми открытых ворот в стенах Старого города являются главными воротами христианского квартала. Расположены в западной части Старого города на важнейшем перекрестке Западной дороги, ведущей в Яфа, и Южной дороги, ведущей на Вифлеем и Хеврон. Эти две дороги и по сей день являются центральными иерусалимскими артериями. Единственные из ворот Старого города, обращенные на запад, к Средиземному морю, и также единственные, расположенные под прямым углом к стене. Такое расположение могло быть выбрано в качестве оборонительной меры, дабы замедлить продвижение атакующих или чтобы сориентировать ворота в направлении Явской дороги, по которой паломники пребывали к концу своего путешествия из порта Яфа. Так же как и камни, использованные при строительстве всех других частей стен Старого города, камни Явских ворот представляют собой большие вырубленные блоки песочного цвета. Высота входа составляет около 6 метров, а стена возвышается еще на 6 метров над ним. Как Явские ворота, так и Явская дорога названы по имени порта Яфа на Средиземноморском побережье, из которого в свое морское путешествие отправился пророк Иона, и в котором высаживались паломники на своем пути в святой город. Современное шоссе номер 1, начинающееся от западного конца Явской дороги, является завершением того же самого маршрута в Тель-Авив-Яфа. Были торжественно открыты в 1538 году на месте ворот более раннего периода, являясь частью проекта восстановления стен Старого города по приказу правителя Османской империи Сулеймана Великолепного. Сразу же внутри ворот, за железным решетчатым ограждением слева, находятся две могилы. Считается, что это могилы двух архитекторов, которым Сулейман поручил строительство стен Старого города. Согласно легенде, когда Сулейман увидел, что архитекторы оставили гору Сион и гробницу царя Давида вне замкнутой стенами территории, он приказал убить их. Однако, из уважения к их впечатляющим достижениям, он захоронил их внутри стен рядом с Явскими воротами. Справа от старых ворот, которые используются только пешеходами, вплотную к ним находится пролом в стене, через который проходит автодорога. Он был прорублен в 1898 году, когда кайзер Вильгельм II настоял на том, чтобы въехать в город верхом на своем белом коне. Местная легенда гласит, что Иерусалимом будет править царь, который въедет в городские ворота на белом коне, поэтому, дабы удовлетворить тщеславие кайзера, но избежать предсказанной в легенде участи, османские власти предпочли разрушить часть крепостной стены и засыпать часть рва у башни Давида, нежели позволить кайзеру въехать в ворота. Император же решил, что он проследовал через Явские ворота. Через этот пролом по сей день осуществляется автомобильное сообщение между старым и новым городом. Согласно иной версии, дыра в стене была проделана для того, чтобы кайзеру не пришлось разбирать свою карету, дабы проникнуть в город. В 1917 году командующий британскими войсками генерал Эдмунд Аленби вошел в старый город через Явские ворота пешком, в знак уважения к городу и желая избежать сравнения с кайзером, посетившим Иерусалим в 1898 году. Аленби произнес речь в близлежащей башне Давида. В 1944 году британцы снесли остальные здания, примыкавшие к городской стене, в попытке сберечь исторические виды Иерусалима. В 20 веке той же цели служила площадь перед Явскими воротами, в период британского мандата в Палестине нулевой точкой для измерения расстояний от Ида Иерусалима служил указатель на обочине автодороги. В настоящее время такой указатель отсутствует. Во время арабо-израильской войны 1947-1949 годов, израильские войска вели ожесточенные сражения за контроль над Явскими воротами с целью соединить еврейский квартал старого города с удерживаемым Израилем западным Иерусалимом. Израильским силам не удалось получить контроль над воротами. Согласно договору о прекращении огня между Израилем и Орданией по окончании войны, Явские ворота оказались на нейтральной полосе и были закрыты вплоть до 1967 года. После объединения Иерусалима в ходе шестидневной войны 1967 года ворота снова открылись. В 2000 году папа Иоанн Павел II вошел в старый город через Явские ворота во время своего визита в Израиль в юбилейный год. Субтитры создавал DimaTorzok